Пакеты для запекания Троекурова. Простота приготовления, экономия вашего времени. Такая яркая, такая привычная. Мы отлично, буквально на ура, принимаем ее в борщах и винегретах, но только ли туда ей дорога. Хочется верить не только, что, впрочем, никак не отменяет действительно уникальных вкусовых оттенков, даруемых ею привычным блюдом. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы о свекле с искренним уважением и даже любовью. Свекла была завезена к нам еще во времена Киевской Руси из Византии, и уже античные исследователи полезной еды оценили лечебное свойство свеклы как исключительное. Современные ученые не только подтвердили эти наблюдения, но и доказали, что свекла – овощ уникальный и никаким другим в рационе человека незаменимый. Полезное свойство свеклы и ее особая пищевая ценность связаны с двумя моментами. Во-первых, набор элементов, который больше нигде не встречается. И, во-вторых, свекла содержит большое количество веществ, не подверженных разрушению при температурной кулинарной обработке. Конечно, нет надобности перечислять все полезные свойства свеклы, но на некоторых все-таки стоит остановиться. Этакий чистильщик организма номер один – свекла еще и низкокалорийна. Это делает ее вдвойне привлекательнее. Далее свекла содержит в убедительных количествах вещество бетаин, которое регулирует жировой обмен, благостно действует на печень, препятствует повышению давления. И это вещество в равной степени выполняет свою функцию и в свежевыжатом свекольном соке, и в горячем блюде. Можно долго говорить о пользе свеклы для здорового кроветворения, как о вспомогательном средстве в борьбе с депрессиями и даже похмельем. Это в составе того же борща, например. Но еще один очень даже антидепрессивный свекольный момент мы чаще всего упускаем. Свекла – корнеплод сладкий по определению. Так почему же чаще всего мы употребляем ее с чесноком и майонезом или с селедкой? Уменьшаем сладость, действуем на контрастах или просто на эту самую сладость не обращаем внимания. Скорее всего, последняя, и это очень зря. В последнее время модная кулинария наконец-то повернулась лицом к выдающимся сладким и подчеркивающим сладость других ингредиентов качеством свеклы. И количество десертов и выпечки с нею растет не по дням и по часам. Проэкспериментировать в этом вопросе решили и мы сегодня. И вот что у нас получилось. Шоколадно-свекольный пирог. Яйца, сахар, растительное масло взбить в блендере до полного растворения сахара и светлой однородной массы. Добавить муку, разрыхлитель, соду, тертую свеклу, какао, порошок и довольно крупно наломанный шоколад. Выложить массу в форму и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Особую пикантность придает пирогу шоколадная нотка. Кстати, шоколад можно было бы и растопить на водяной бане, однако сколько бы всего вкусного осталось на стенках чашки. Ну, это так, к слову и к пирогу. А вообще, попробуйте спросить у домашних, из чего же, из чего же он приготовлен. Будет интересно. Все, на сегодня с вами была Жанна Соловьева. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова